Праздники уже совсем близко, поэтому сегодня для вас подборочка вкусных салатов. Для первого нам понадобится отварить куриную грудку, остудить ее и нарвать на волокна. К ней мы добавим чеснок, майонез, все хорошенечко перемешаем, посолим по вкусу, поперчим. И это будет у нас первый слой нашего слоеного салата. Я беру форму около 20-22 см и на дно выкладываю первый слой салатика. Это у нас куриная грудка. Вторым слоем у нас будет отварная вареная морковь. Натираю ее на самой мелкой терке, хорошо распределяю по курице и делаю сеточку из майонеза. Третьим слоем у нас будет идти твердый натертый на мелкую терку сыр. Также натираю его прямо в форму и сверху делаю сеточку из майонеза. Четвертым слоем у нас пойдет необычный ингредиент, это отварная свекла. Все точно так же на мелкую терку, сеточку из майонеза. Следующим слоем у нас идут куриные яйца. Натираю их полностью, не разделяя их на желток и белок. Все распределяем ровненько и также делаем сеточку из майонеза. Но на этот раз майонез мы хорошенечко распределяем для того, чтобы он был ровненький. Теперь берем любимую зелень. Я в этом салате предпочитаю укропчик. Выкладываем укроп по центру, для того, чтобы получилась такая красивая зеленая полянка. А по краям мы будем выкладывать орешки. Можете орешки брать на свой вкус. Они могут быть грецкими, миндальными, в общем, те, которые любите. Полянку я обычно украшаю цветами из колбасы. Вот такой вкусный и красивый салатик получился. Второй рецептик у нас на такую морскую тематика. Но для него нам понадобится также куриная грудка, которую мы отвариваем, остужаем и разбираем на мелкие волокна. Удобнее всего это делать руками. Ну, кто-то нарезает ножом здесь по вкусу. И это также у нас будет самый нижний слой. Форму беру 20 сантиметров. И так как салат я буду перевозить, я еще взяла бумажный фиксатор. Далее по традиции мы делаем сеточку из майонеза. И второй слой на этот раз у нас будет из куриного белка. Для этого салата мы яйца разделяем на белки и желтки. Хорошо разравниваем белок. И я еще немножечко его перчу и солю по вкусу. Третьим слоем у нас будет плавленый сыр. Для того, чтобы он хорошо натирался, его можно предварительно заморозить, положив на 30 минут в морозилку. Или просто смазать терку растительным маслом, что тоже упрощает натирание сырка. Сырок разравниваем и поливаем его сеточкой из майонеза. Следующим слоем у нас будут крабовые палочки. Я в этот раз взяла крабовое мясо, хорошо мелко его нарезала и выкладываю на плавленый сыр. Мясо также хорошо разравниваем и делаем сверху сеточку из майонеза. Здесь все по традиции. Кстати, для этого салата я использую оливковый майонез. Мне кажется, он здесь сочетается лучше. На крабовые палочки мы выкладываем слой консервированной кукурузы. Обычно уходит целая банка, если у вас форма 22 см диаметра. Кукурузу хорошо разравниваем и уже традиционная сеточка из майонеза сверху. И остался последний слой, который у нас будет как раз таки из тертого желтка, который мы оставляли. Натираем желтки желательно на самой мелкой терке. Все хорошо разравниваем и отправляем наш салатик минимум на 3 часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. Украсить салат можно по своему желанию. У меня это звезды из вареной морковки. Следующий салатик относится к категории моих любимых. Всего лишь потому, что в нем очень много помидор и шампиньонов. Мы берем абсолютно свеженькие шампиньончики и нарезаем их достаточно мелким кубиком. Луковицу также нарезаем мелким кубиком. И теперь нам нужно шампиньоны обжарить. Мы отправляем их на сухую сковородку, включаем плиту на всю мощность и обжариваем их, пока полностью не испарится вся вода. Солим и перчим по вкусу. Потом к грибам добавляем лук и немного растительного масла и обжариваем до легкой золотистой. Заранее отвариваем картофель, натираем его на крупной терке. Также подготавливаем плавленые сырки, замораживаем их заранее в морозилке или используем растительное масло для терки. Натертый плавленый сыр делим на две части. Одну часть добавляем к картошке, а ко второй части натираем на мелкой терке яйца. Обе заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Часть с картофелем немного подсаливаем и перчим, а там, где у нас были яйца, добавляем измельченный чеснок. Либо через чеснокодавку, либо через мелкую терку. Теперь берем докторскую колбаску и нарезаем ее мелким кубиком. По желанию колбасу можно заменить на отварное куриное филе. Теперь можно начинать собирать салат. Самый первый слой – это грибы, обжаренные с луком. Следующим слоем выкладываем картофель с майонезом. Хорошо его разравниваем. Форму для этого салата я выбрала диаметром 22 см. Далее выкладываем слой колбасы, также хорошенечко разравниваем, и слой из яиц, чеснока и сыра. Также все хорошо разравниваем. И отправляем наш салатик в холодильник. Лучше всего его там продержать 5-6 часов, но если у вас гости на пороге, то и часа ему будет достаточно. Когда салат вытащили из холодильника, приступаем к украшению. Здесь украшением служит очередной ингредиент салата. Это свежие помидоры, которые мы нарезаем полукольцами и выкладываем по спирали поверх салата. Сверху можно посыпать свежей нарубленной зеленью. Получается очень вкусно. Еще один салатик, очень вкусный, но с легкой заморочкой. Для начала подготавливаем грибы. Разрезаем их мелким кубиком, высыпаем на сухую горячую сковородку, доводим до кипения, выпариваем всю воду, добавляем масло, лук и обжариваем до золотистости. Далее в отдельной миске разводим желатин. Потом в емкость добавляем майонез и смешиваем его с желатином. Это будет наша заправка. Далее подготавливаем грибы. В грибы добавляем 3 столовых ложки нашей желатиновой заправки и хорошо перемешиваем. Далее берем куриный желток, натираем его на мелкой терке и туда же добавляем мелко натертый сыр. Все это смешиваем с желатиновым майонезом и отставляем нашу миску в сторону. Салат будем выкладывать в дружлаг, застеленный полиэтиленовой пленкой. Первым слоем у нас будут желтки с майонезом. Выкладываем их, хорошо разравниваем на дне. Следующий слой смешанный с майонезом грибы. Далее у нас будет натертая вареная морковь, к которой мы добавляем чеснок, соль и также наш желатиновый майонез. И все это хорошо перемешиваем, подсаливаем, добавляем перчик и выкладываем поверх наших грибочков, хорошо разравнивая. Теперь пришло время тертых белков, которые мы натираем на крупной терке, немножечко подсаливаем и добавляем желатиновый майонез. И все это выкладываем слоем поверх моркови. Также нам понадобятся маринованные огурчики, которые мы нарезаем тоненькими колечками. Плюс нам пригодится зеленый лучок, смешиваем его вместе с огурчиками и также добавляем заправку из майонеза. И все это выкладываем слоем поверх куриного белка. Теперь пришло время копченой курочки. Я нарезаю ее достаточно таким мелким кубиком, выкладываю ее в отдельную миску, смешиваю с нашим майонезной заправкой и выкладываю поверх огурчиков с луком. И пришло время отварного картофеля. Натираем его на крупной терке, солим, перчим по вкусу, заправляем остатками нашего майонеза с желатином, все хорошенечко перемешиваем и выкладываем последним слоем на нашу курочку. Кстати, этот слой будет самый нижний, поэтому картошечку разравниваем хорошо. Отправляем наш салатик минимум на 5 часов в холодильник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!